вот когда я делал этот фильм меня одна мысль тревожила что мне казалось что я говорю в этом фильме на очень такой простоватом примитивном языке ну как-то все так в лоб банально очевидно и вот фильм был готов просто горячий пирожок без печки и так получилось что я в какой-то небольшой аудитории уже сразу прокатал на на неподготовленной публике она была непрофессионально просто зрители не киношники и вот я показываю этот фильм и вдруг выясняется из разговора что тридцать процентов зрителей это очень много не поняли что произошло в конце и я в шоке вы представляете шок авторов который я например я всю жизнь хочу быть понятным я хочу чтобы моя история была внятна у меня все на это заточено я не играю с ну такой мы стильный метод я не играю со зрителем в кошки-мышки и вдруг выясняется что зритель не понимают 3 3 3 зала я просто извелся измучился что я сделал не так где я ошибся в разговоре выяснилось у вас я не буду этим мучить потому что все-таки выясняется 90 процентов зрителей все это видела а вот когда зритель не подготовлены я проверял много раз это было не единожды 25-30 процентов зал не понимает что случилось в конце то есть люди не понимают я начал объяснять что непонятно если этот космонавт умер то почему его нет скафандре а если он жив то почему то почему в космосе он летит без скафандра все не склеивается простая метафора вы представляете вот так вот люди не очень готовы потому что все же смотрели ну погоди наверное не знаю тем более может быть поколение постарше люди не готовы к такому простенькому киноязыку я объясняю тогда честно объясню смотрите вот по поводу того что его не скафандр там есть момент на наших глазах как его вычеркивают вот если вы вычеркнули человека чего хотите там найти его нет вычеркнули его из своей жизни это первое а со вторым моментом где он без скафандра в космосе я говорю ну хорошо вам было бы легче если по нему там не было и крылышки за спиной а ну это слишком это тут понятно тогда видите как это странно все ну в общем все равно авторский шок я конечно переживал какое-то время когда в конце концов не понял не все не устаканился я понял что нет 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 все таки я все сделал правильно но вот нам не все не все к этому готовы а не знаю если у вас вопросы какие-то давайте я быстрее подпишу чтобы я еще не такой странный то есть вы хотите сказать что вам не нравится когда люди интерпретируют по-своему ваш проект внимательно не это не была интерпретация не просто не понимали у них вообще не было версии они не понимали что произошло интерпретация ради бога это совсем другая вещь так что да вот еще какой-то вот насчет космонавта там вот я единственное как он умеет вот я так-то понял что он умеет а как он именно умеет а вы что смеетесь хороший вопрос нормальный вопрос объясняю он умер от тоски от одиночества от разбитого сердца девочки подсказывают вот девочкам это знакомо разбитое сердце правильно все правильно да да не надо подходить я громко говорю хорошо как пришла эта идея в сценарий очень такой душевный и хочется знать если он самостоятельный вдохновение что-то личное или это просто однажды пришла идея а можно вы знаете вы любили фантастику в детстве нет нет я не любил фантастику в детстве я да я расскажу никакого секрета нет единственное что я сразу извиняюсь так как я не люблю повторяться этот вопрос часто задают просто я много раз там в интервью это рассказывал просто если кто-то уже это слышно потерпите извините за это потому что вы услышите то же самое каждый раз назовем это так откуда приходят идеи все остальное каждый раз случается пару как там у ахматовой да когда мы знали из какого ссора растут мульты и прозируем ведая стыда вот это то самое но здесь случилось совсем невероятная вещь я такие байки от актеров от режиссеров уже слышал на своем веку и мне казалось что это красивые анекдоты для прессы для публики и так далее типа мне приснилось мне что-то наил я проснулся и вот знаете я не верил в эти вещи пока это не случилось со мной вот с этим фильмом мне приснился мне не фильм приснился боже упаси но мне приснился кадр всего один кадр картинка он есть фильм без него фильм не было бы вообще что это такое он в середине фильма простите меня это звездное вот это бесконечное пространство кровать и на ней дрейфуй два мужика да это мне приснилось какая-то хрена может не присниться но вот тут это вот то самое чудо я я прекрасно помню этот момент где когда это случилось за пять минут до пробуждения это было я проснулся я пришел в себя и вы знаете какое-то такое вот чутье человека который на это заточен пустых силу профессии я не открывая глаза я стал это осмыслять что это было сейчас почему я не хотел открывать глаза потому что увидим комнату я понимал что я сейчас мгновенно потеряю какую-то тонкость которую уже восстановить не смогу это нет интуиция нас подсказывал поэтому я продолжал лежать и вдруг я через пять минут буквально осмысление вдруг понял что это за люди и что они там делают и что их связывают и у меня практически ну в общих чертах конечно же не сценарий ну в принципе так сказать полноценная идея размоталась от этого кадрика к началу истории и к концу на кухне жена жарила яичницу я вскакиваю в этот момент прибегаю катер у меня есть новый фильм вот так это было такие чудеса да потом правда четыре с половиной года это не отменил вот такое случилось лариса мулякова спроси меня что нибудь можно я спрошу пусть это был в центре подготовки космонавтов откуда такие точные ничего точного оксана да нет конечно полюса в интернете как дурак вот эти все фигни там где центрифуги это материал кстати немного в интернете ну что-то порывся у меня не было задачи точно воспроизводить все эти штуки примерно так опять же центрифуги разные картинки разные какие-то документальные кадры кинамикают все это я нашел и выпадают из этих центрифуг как тошнит как человек ну все пережил нет нет подождите ну там же человек все таки не все они же там стараются но не у всех получается поэтому кого-то тошнит все по-честному ну здравствуйте ну вот эти фильмы хорошо пересматривать и видишь много нового всего я спрашиваю то что я костю всегда спрашиваю костя в отличие может даже вообще единственное у нас он работает в каком-то работе в разных жанрах вот эти две картины первая про космос и вторая про космос не считаю в диалоге но неважно вот эти две картины на это драмы трагикомедии безумно редкий жанр для анимации безумно редкий жанр при этом это не арт-хаус вроде бы зрительское правда кино абсолютно вот такой вопрос откуда у тебя вот такой трагический взгляд на анимацию может и сам такой человек почему это вот ты производишь такой я знаю сейчас ты занят шин другими вещами и не вернешься ли ты когда-то к этому редчайшему жанру константина бронзита это очень сложный вопрос следующий вопрос шучу шучу ну да так просто развернуть это но смотрите я поясню что насчет редкий жанр драмы для мультипликации очень неподъемный фильмов сделанных жанре драмы действительно можно сосчитать по пальцам а почему это так коротенько потом почему неподъемный жанр потому что не все подвластно мультипликации кстати как и жанр ужасов в том числе догадываетесь потому что мультипликация это в конце концов чистая абстракция это очень условное изображение которому зритель должен привыкнуть знать его уметь им пользоваться воспринимать его не каждый это умеет это тоже сложная работа которая требует от зрителя гораздо большего напряжения чем при просмотре игрового кино и отсюда эту условность убивает всю настоящность вот эту зрителю очень трудно поверить происходящий подвод до конца на сто процентов когда смешно весело ха 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 ну комедия комедия тут искать мультяшки шевелятся и вроде забавно и какая ну там какая-то трогательная история там гордость тем более сказка вот тут к этому мы привыкли советский российский зритель вообще воспитан на мультсказках конечно и тут нам не идут никаких проблем с восприятием все остальное да вот первая драма которую действительно именно в жанре психологической драмы всплывает в голове но это знаете это классика юрий норштейн леса и зайц вот этот как он сам это говорит о психологической драм дайте себе в чистом виде вот этого зайчика у которого отняли его избушку это сложная штука теперь смотрите смотрите на вопрос отвечаю ну это это все что называется из меня режиссер ослепил мой главный учитель доля права это человек который в общем правая рука татарского он культуровый социолог общий ученый разносторонний человек он не был ни сценаристом не не режиссером никогда но общение на протяжении там не знаю почти 20 или 25 лет близко с ним вот привело к таким результатом коротенько так связь простая суд я даже сегодня отчасти об этом сказал упоминая фразу норштейна что фильм не может быть лучше самого автора это почти об этом же то есть чтобы ваше творчество как-то менялась становилась лучше себя предыдущего а это есть главная задача иначе ты будешь всю жизнь топтаться на одну месть что иногда происходит это ужасно чтобы как-то двигаться вперед и прежде всего должен быть озабочен не своими фильмами а собой собственным ростом как личность то есть что ты сделал сегодня такого и это дизита нетривиальный вопрос ежедневная вещь который должен себя спрашивать по идее каждый человек даже не занимающими занимающихся пор что ты сделал такого сегодня что продвинул тебя по отношению к себе вчерашнего и вот как только ты будешь проживать удерживать свою жизнь в этом русле тогда неизбежно изменится твой взгляд на все остальное и не изменится твой результат если ты какой-то там результат предполагаешь творчество вниз то есть опять же это не было самоцельно видите да пример со сном очень не случайен потому что едва ли я смог бы сделать такой фильм не можем из космоса там лет 25 назад я еще не был к нему готов даже если бы мне приснилось а скорее сего мне и не приснилось бы такое но даже если бы приснилось я бы не воспринял это как сигнал потому что еще не готов не возрос как личность то есть темы меняются темы усложняются потому что ты сладный связь прямая да это и где-то не похвастен какой-то ответ ты становишься просто чуть-чуть жирнее чуть богаче по-человечески соответственно меняется твой материал в процессе работы над собой дурацкое словосочетание даже тем не менее понятно процессе работы над собой у творцов меняется внутри фильтр того что приходит в голову какой только мусор не придет в голову коллеги понимаете но надо же все это отсеивать все это мусор потому что а кто тогда кидается вот ему пришло в голову мусорной идеи какая-то человек кидается и делает из этого кино тратит там год два жизни вот доволен сделал кино а например кто-то другой на эту идею даже не посмотрит она бросит ее сразу вот так это происходит так что просто до пришли стали приходить в голову такие мысли никакого в этом смысле знаете личного опыта нет это все придумка знаете как мне сказала однажды саша татарский никогда не запомню не забуду эту фразу кости кино придумывается гениально да это просто мы режиссеры мы придумываем все но поймите на это придумка у этой придумки есть корни все не просто как а если просто так тогда и зритель это чувствует что все просто так и не очень доверяет автору не очень включается в кино эмоционально не сопереживает нет никакой эмпатии так далее так далее связь простая лариса я ответил в общем да спасибо ну да вопрос еще есть какие-то вопросы у нас два фильма осталось да давайте а много материала пришлось вот когда вы делали кино много материала вы убрали когда вот при ну какие-то сцены может быть которые или потом исчезли вот вот это вот все надо же прям как будто сильно мастер-классе меня были я частично про это говорил у меня есть моя целая отдельная для студентов лекция на полтора часа где как раз об этом рассказываю рассказываю как рождался фильм почему сложился таким какой не получился что какая трудная работа за этому предшествовала почему шло так много времени потому что искал этот композиционное решение это было страшными и не просто и ровно поэтому что были понимать и кинута не мать и когда такая ожившая раскадровка еще черный черновой монтаж такой и вынимать ики было много мной нарисовано дополнительных сцен я их показываю как найти как вырезанный материал и даже двери две или три сцены чистовых уже то есть фильм был чистовой смонтирован полностью и я все-таки удалил эти сцены нет боже упаси не видно но смотрите одну сцену могу рассказать когда он уже весь в скафандре запечатался уже ни на что не реагирует к нему приходит вот делегация что называется а на кровати сидит этот новичок новенький совсем другой формации человек а тут доктора и приходит его собственно вскрывать киркой так вот была сцена в другой редакции ровно эта сцена они вкатывали тележку доктора эти да и главный а на тележке еда как в больнице и главное значит тыкал в сосиску вилкой и подносил эту сосиску к скафандру типа как он отреагирует как собаки знаете собаки качало ну там стекло темное никакой реакции потом он эту сосиску с вилкой передавал значит новичку этому который уже на кровати там сидел мы переключались значит на то что он его слушает это все было и вдруг хруст такой камера поворачивался этот новичок жрал сосиску типа смешно типа типа шутка наверное да я думаю что зале была бы реакция но этот момент меня страшно мучил я даже вот со своими друзьями которые показывают что-то прокатывающий материал когда сомневаешься я вот все время пока ну ребят посмотрите вот меня смещает этот момент то ли прохоров показывал все не сговариваясь как-то да нет нормально чего забавно смешно и все-таки вырезал это не просто вырезала ему пришлось перерисовывать эту сцену срочно потому что никакой тележки уже нет они без нет не просто вырезать нужно еще потратить деньги ресурсы студии чтобы перерисовать эту сцену перезалить она была цветная и все-таки и вырезал а вы знаете по какой одной простой причине я поймал себя на том что если меня это ломает сейчас то меня это будет ломать бесконечно всю жизнь и я буду сидеть как-нибудь в зале на фестивале каком-нибудь и вот когда будет этот момент он господи зачем я это оставил зачем и я просто это понял и беспощадно ее вырезать слава богу что это сделал вот такой момент ну еще конечно тоже уже задним числом тогда я так не мысленно можно оправдать с точки зрения композиционного построения вот этого момента самого когда врачи к нему приходят вскрывать скафандр мы понимаем что время шуток кончилось все шутки кончились поэтому эта шутка просто была уже с сосиской неуместна но это я уже потом себе такую не стал объяснять а вот а до этого просто эмоциональное ощущение и там было много еще разных эпизодов понимать ики которые сделали первая версия аниматика страшно сказать было двадцать четыре минут я вырезал да а фильм 15 где обрезал вот 9 минут изображений кошмар я мог сделать страшно плохой фильм если не про это говорил я очень рисковал но я вырулил нужно это ушло из четырех с половиной ушло три года выруливание как это все-таки все скомпоновать так что да это сложный процесс в котором легко ошибиться ну давайте теперь посмотрим второй фильм вот про него лариса уже упомянула он называется он не может жить без космоса так получилось кстати вот замечательная вещь такого это такой диптих анимационный диптих тоже есть чем похвастаться такого анимации я не знаю примеру никто не делал анимационных диптихов что такое какое-то маленькое свое изобретение случилось опять же это не планировалось это случайность более того когда я сделал этот фильм первый если бы мне там какая-нибудь фея спустилась и сказала бронзит ты свой следующий фильм опять сделаешь про космонавта я сказал ты чё вообще тема закрыта ну вот как говорится никогда не говори никогда случилось так что захватила следующая идея материал и и он вылез и фильм фильм из никак не связано с предыдущим их можно смотреть отдельно даже не знаю о существовании друг друга но тем не менее вот это тематическое и прежде всего арка название где поменялась практически одна буква в английском точной версии одну муку поменялось ну в русском тюрьме то есть вот эта арка страшно любопытно страшно интересно для меня такая самая игральная вещь получилась замкнулся круг что вот есть два таких фильмов мы не можем жить без космоса и он не может их даже очень часто путали приходилось при я знал что я с этим столкнулись не сомневался я был готов на это слишком не было дорогая эта игра потрясающая на фестивале что происходило когда я посылал второй фильм мне откровенно присылает извините но вы же прошлом в прошлый раз его там два года назад этот фильм был на фестивале нет при внимательней пожалуйста это другой фильм да 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 извините вот такие не один раз такие накладки смотрим он не может без космоса